Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать о роботе-пылесосе iRobot RUMBO 698. Пожалуй, это самый именитый производитель среди роботов-пылесосов и фактически основоположник линейки данных устройств. Поставляется устройство в яркой информативной коробке, на которой есть основная информация об устройстве. Ну а собственно говоря, внутри коробки мы видим инструкцию по эксплуатации, все на русском языке, сетевой кабель, напольная док-станция с подпружиненными контактами и сенсором для определения местонахождения робота-пылесоса и базовой станции. Вот он, сам сенсор. И сюда, собственно, крепится сетевой провод. Ну и тушка робота-пылесоса. В принципе, все. Комплект выставки закончен. Корпус устройства имеет классический дизайн, кнопка домой, кнопка автоматической уборки и кнопка локальной очистки. Поверхность глянцевая, но отпечатки пальцев не собирает. Пылесборник. В нем имеется фильтр мелкой очистки, пылевой фильтр, так сказать. Снимается легко, точно так же легко он и устанавливается. Как вы видите, очистка мусора из пылесборника. Никаких сложностей не возникает. На нижней поверхности расположены две щетки, которые вращаются друг навстречу другу. В принципе, это позволяет достичь наибольшего эффекта всасывания. Подпружиненные колеса и одна торцевая щетка. Многие скажут, почему одна. Ну, на самом деле, здесь все просто. Вращение щетки обеспечивает забор турбо-щетками мусора. Если будет стоять две щетки, как бы, ну, мусор будет несколько разлетаться. И защитный блистер для элемента питания. Все. На текущий момент робот-пылесос готов к работе. Никаких дополнительных сборок производить не нужно. Подвижный бампер, прорезиненный бампер. Ну, и, в принципе, смотрите, на торцах больше ничего нет. Лишь на задней части воздуховод. Перед началом работы устройство необходимо зарядить. При постановке его на базовую станцию мигает соответствующий индикатор. Вот он. В принципе, давайте зарядим и приступим к уборке. При этом, пока устройство заряжается, было произведено сопряжение робота-пылесоса с мобильным приложением. Как вы помните, пульт в комплект поставки не входит. И поэтому для удобства пользования предусмотрено мобильное приложение. Функциональное мобильное приложение. Оно позволяет настраивать график уборки, выбирать продолжительность цикла уборки. Причем график не просто там включить его там сегодня в 5 часов дня и все. Можно выбирать в зависимости от дня недели выставлять и время. Ну, в принципе, очень удобно. Очень важный момент, что устройство имеет русскую локализацию, поддержку русского языка. Для этого необходимо перейти в соответствующие настройки и выбрать необходимый язык. Смотрите, сколько много языков. Английский. Ну и выбираем русский. Приложение функциональное, практичное. Позволяет управлять роботом-пылесоса из любой точки. Соответственно, находясь на работе, вы можете удаленно включить пылесос. Он произведет уборку и к вашему возвращению все будет чисто, убрано. Робот-пылесос будет стоять на базе. На самом деле это практично. Почему? Потому что данное устройство несколько шумновато. Ну, собственно, давайте сейчас приступим к тестированию. Интеллектуальная система и сенсоры позволяют устройству автоматически определять тип поверхности и, соответственно, менять мощность всасывания. Вот смотрите, такой своеобразный полигончик, на котором у нас есть и ковровое покрытие, и ламинат. Разбрасываем такую гремучую смесь. Это рис, это гречка и запускаем робот-пылесос. Также сенсоры позволяют определять наиболее загрязненные места и там, где робот видит, что очень грязно, он будет эти места происходить, проходить по нескольку раз, выполняя, так сказать, локальную уборку. Ну, давайте приступим. Цикл уборки 15 минут. Это не автоматическая уборка, это уборка по времени. Индикация о том, что устройство начинает работу. Все, процесс пошел. Вот, обратите внимание, яркий момент. Робот-пылесос определяет, что сильно загрязненный участок и начинает, видите, выполняет локальную уборку. Такие спиралевидные движения. По большому счету, он на каждом участке выполняет такое движение. Редактор субтитров А.Семкин Цикл уборки закончен и сейчас робот-пылесос возвращается на базовую станцию. В принципе, в моем случае у него могут возникнуть некоторые сложности. Почему? Потому что мною не соблюдались требования по установке базовой станции. То есть, должны быть соблюдены определенные расстояния слева, справа и впереди до базовой станции. Для того, чтобы устройство наилучшим образом определяло излучение от базовой станции и быстро возвращалось на нее. Ну, в моем случае это расстояние не соблюдалось, поэтому робот слегка подтупливает. В любом случае, ему это удается сделать. Он возвращается на базовую станцию. И, собственно, давайте мы сейчас, когда он закончит, конечно же, уборку, посмотрим, насколько качественно была произведена уборка данного помещения. Вот. Вернулся на базовую станцию. Звуковой сигнал. Уборка завершена. Давайте посмотрим теперь, что же у нас получилось. Вы помните, сколько было насыпано гречки, риса на пол. Посмотрите, все абсолютно чисто. По большому счету, даже в уголках. Ну вот, есть пару крупиц гречки. Вот здесь вот вообще много гречки. Ну, ничего удивительного. Опять же, это зона действия базовой станции. Данную зону робот-пылесос не убирает. Этого не делает ни одно из устройств, ни один из роботов-пылесосов. Поэтому это нормально. В целом, отличное качество уборки для столь бюджетного робота-пылесоса. Ну и давайте посмотрим, что же находится у нас внутри пылесборника. Вот он, весь наш ссор. Хочу заметить, что даже пылевой фильтр грязный. Несмотря на то, что помещение убирается регулярно, все равно пыли робот нахватал. Ну, к работе двух трубощеток никаких нареканий нет. Робот отлично справляется с поставленной задачей. Даже несмотря на то, что у него всего лишь одна торцевая щетка. Ну, на самом деле, одна щетка себя зарекомендовала очень хорошо. Посмотрите. Отсек для трубощеток открывается легко. Несмотря на то, что я сейчас в неудобном положении нахожусь. В принципе, отличный робот-пылесос. За свои деньги. Шикарное решение. Известный бренд. Хорошее качество. На этом всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok